На встрече в Самарском художественном музее Сергей Безруков вспоминает о съемках в фильмах, делится своими творческими планами. Также народный артист рассказал, как прививает любовь к высокому искусству своим детям. Безруков включает им классическую музыку, аудиозаписи сказок и рассказов в своем исполнении. Разговор коснулся реализации национального проекта «Культура» и итогов года театра, который, по мнению Безрукова, не должен заканчиваться. Особое внимание сейчас нужно уделить развитию именно детских театров, уверен артист. Театр начинается с детского театра. Всегда начинался и будет начинаться, потому что в детском театре ребенок получает то самое воспитание, необходимое воспитание, воспитание искусством, которое потом впоследствии сработает и дальше. И взрослые люди уже пойдут в театр осознанно, потому что они в детстве полюбили театр. Поэтому, конечно, детский театр и театр для взрослых, безусловно, это тот самый доступный вид искусства, которое необходимо развивать и популяризировать. Это живое искусство. Кино, театр никогда не заменит, поверьте мне. Творческая встреча с известным артистом прошла по проекту Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья». Пообщаться с Сергеем Безруковым смогли участники команды Самарской области, победители конкурса президентских грантов, которые выиграли средства на воплощение в жизнь творческих проектов. Это те ребята, которые, в принципе, формируют сегодня узнаваемую, такую красивую и очень привлекательную позицию Самарской области, как с точки зрения творчества, так и, в принципе, с инвестиционной точки зрения тоже. Рассказал актер и о своей педагогической работе. Поделился мечтой открыть собственные театральные школы в различных российских городах, в том числе и в Самаре. Лариса Шлафаст, События.